Что касается информационной кампании вокруг покушения на Осмаева и Акуеву, тут мне кажется все очевидно. Эта информационная кампания явный вброс российских спецслужб. Можно вычислить тех, кто на них работает по степени участия в раскрутке этой кампании. Контора явно бросила туда все силы, не считаясь с рисками разоблачения. Участие Панфилова меня удивило. Что касается самой Акуевы, ничего не могу сказать о ее роли в деятельности батальона имени Джохара Дудаева. Насколько она реально принимала участие в боях, ее роль в фактическом развале батальона, какие она и Осмаев командиры, у меня нет данных. Да и не важно это сейчас. Отвечу только, что чеченцы все время между собой ругаются и дерутся. Причем все и оппозиция, и кадыровцы. Так что, на веру, никакие обвинения я принимать не стал бы без детального изучения. Но повторю, это и не важно. Насчет ее происхождения. Этот вопрос стал центральным в последние дни в обсуждениях вокруг ее имени. И в пропагандистских вбросах, и в дискуссиях, которые коснулись его. Насколько я могу понять, мать украинка польских корней. Про отца, вроде как по ее версии, настоящий отец некий чеченец. А Никифоров ее удочерил. Но, скорее всего, она не чеченка по происхождению. Никифоров русский и есть отец. Приняла ислам, включилась в сопротивление, видимо, под влиянием первого мужа. Считает себя чеченкой. Для русских женщин характерна психологическая идентификация себя с родом мужа. Это обычное дело. Более интересно, как чеченцы обсуждают ее чистоту крови. Интересно мне, как этнологу. Потому как для Кавказа всегда была характерна, как я назвал бы, модель плавающей идентичности. Этническая принадлежность выбиралась часто самим индивидам. Могла меняться несколько раз на протяжении жизни. Целые группы, аулы, роды свободно переходили из одной этнической самоидентификации к другой. Вопрос чистоты крови никогда не стоял. Этничность на Кавказе имела свою особую природу, отличную и от Европы, и от России, и от араба, мусульманского и тюркского мира. Это особенность кавказского феномена, которая обеспечила своеобразие и устойчивость Кавказа на протяжении тысячелетий. Теперь подвергаются эрозии не только у чеченцев. У всех практически народов Северного Кавказа пошли разговоры про чистоту крови и прочее. Это один из примеров деградации кавказской традиционной культуры и русификации Кавказа. Авраам Шмулевич